Двуличие армянских властей стало уже вековой традицией. Об этом сказал Трент, известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов. Отказ Еревана от допуска российских специалистов на территорию биолабораторий был ожидаем. Двуличие нынешней армянской власти, когда она, улыбаясь, что-то обещает, а в итоге отказывается от своих слов, стало уже вековой традицией. Еще в ноябре 2019 года, во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереван, ожидалось подписание меморандума. И получив отказ, Москва, мягко говоря, недоумевала, однако понадеялась на армянское потом. Хотя очевидно, что эти лаборатории, американский продукт двойного назначения, и допускать туда русских нельзя. То есть на территории Армении, члены ОДКБ и ЕАЭС, долгие годы работали и работают по сей день вражеские объекты, которые, возможно, разрабатывают боевые вирусы против членов, той же самой ОДКБ. Как вам такой союз со страной, которая обязана своей государственностью России? Отказ Еревана необходимо воспринимать, как открытую угрозу, и принимать превентивные меры по недопущению усугубления ситуации. Иначе время будет упущено, и мы получим помимо форпоста третьих сил на Кавказе, глобальную угрозу всему региону. Михайлов предположил, что в биолабораториях, которые находятся на территории Армении, проводят эксперименты. В печати изредка появляется информация о вспышках, давно забытых болезней. Возможно, таким образом американцы наблюдают за тем, как ведут себя различные вирусы и бактерии применительно к Закавказью. Однако, Ереван отрицает наличие американцев и заявляет, что в данных биолабораториях, работают, только армянские специалисты. Конечно же это бред, хотя бы потому, что специалисты Еревана, явно не обладают соответствующими знаниями, для работы в подобных лабораториях. В любом случае совершенно очевидно, что территория Армении является замедленной биологической бомбой, для всего региона. Именно для того, чтобы развеять любые сомнения, Еревану просто необходимо допустить специалистов на закрытые биологические объекты. Руководство Армении использует свой народ, как биоматериал для смертельно опасных опытов. Об этом также сказал, российский политолог, Виталий Арьков. О недопущении российских специалистов в эти биолаборатории может свидетельствовать о том, что армянской стороне есть, что скрывать и что официальная версия о нынешнем предназначении данных объектов, мягко говоря, не совсем правдиво, сказал он. Он также напомнил, что в последнее время всерьез заговорили о том, что на базе биолабораторий ДТРА в Армении, ведется тестирование эффективности энтомологического оружия, использование насекомых для распространения инфекционных заболеваний. Пентагон и ранее проводил исследования, по использованию насекомых для распространения инфекций. Власти Армении рассматривают собственный народ не только, как источник наживы, но и как бесплатный биоматериал для смертельно опасных опытов, сказал Арьков. Субтитры создавал DimaTorzok